Вчера свою послал Это как это? Да, подходит такая вся и говорит Мусор вынести надо А я ей отвечаю Да пошла ты, я еще стираю Алло, Мария Ивановна Войска сегодня не может прийти в школу Он болен А, хорошо, а с кем это я разговариваю? Это я, мой папа Концерт Выступает молодая певица Ну, спела песню Откланивается, хочет уйти Зал шумит, кричат Давай еще Ну, спела еще раз Ну, снова Снова откланивается Зал не унимается, еще Что делать? Третий раз поет А зал по-прежнему Ну, она и говорит, господи, да сколько можно? Я же устала А ей говорят Пока не научишься Маленькая девочка спрашивает у папы Папа, ты дебил? Чего? Папа, ты дебил? Мать, иди сюда, слушай, что дочь говорит? Ну-ка, дочке еще раз скажи Папа, ты дебил? Мать говорит Ну, что тут непонятного? Он говорит Папа, ты где был? Тундра Северный полюс Идут нарды С упряжкой Собаки сидят На полосках И куят Пухают Стреляют в воздух А в упряжке бегут два полярника Змыленные Один говорит другому Это твоя идея была Собакам налить водки Чтобы не замерзли Сидит наркоман И кричит семечки Вдруг одна семечка падает Наркоман кричит Иди ко мне Семечка ноль эмоций Опять кричит Иди ко мне Семечка ноль эмоций Приходит час Второй Наркоман вытаскивает горсть семечек Бросает его Приведите ее ко мне В ушку говорит отцу Папа, у нас машины угнали Отец спрашивает Надеюсь ты Запомнил их лица Брос говорит Нет, но я запомнил номер Жаль, что стикеры Напоминающие о срочных делах Через полгода отклеиваются Алкоголик с 40-летним стажем В дню рождения жены Решил сделать приятное И пропал без вести Блондинка Матрена По ошибке вытащился из сумки Ретро-шокер Со словами Алло Приветик Вырубила себя на трое суток Пока папа чинил кран на кухне Дети с женой 30 раз успели сходить нафиг Телефон сломался Теперь до меня Не дозвониться Не дописаться Не докопаться Блондинка говорит О, поскорей будет Выборить 2018 Как хочется еще раз послушать Что скоро понизят налоги Квартплаты Повысят пенсии Зарплаты Мужик пришел устраиваться на работу Там его спрашивают А у вас есть рекомендации С прошлого места работы Мужик говорит Да, да, есть Мне там порекомендовали Искать другую работу Жена на кухне готовит Яичницу на завтрак Тут на кухню Вбегает муж Осторожно Он говорит Осторожно Положи больше масла Боже мой Ты жаришь Очень много яиц Сразу Слишком много Переверни их Переверни их Прямо сейчас Нужно больше масла О боже мой Где нам взять Больше масла Сейчас Они прилипнут Осторожно Осторожно Я сказал Осторожно Ты никогда меня не слушаешь Когда делаешь яичницу Никогда Переверни их быстро Да ты что Психованная Ты совсем спятила Не забудь посолить Ты всегда забываешь посолить Используй соль Используй соль Соль Жена удивлена Смотрит на мужа Да что с тобой сегодня Ты думаешь Я не в состоянии Приготовить элементарную яичницу Муж спокойно объясняет Я хотел показать тебе Что испытываю я Когда вожу с собой машину С тобой Пухитили как-то Инопланетяне Русского Американца И немца Посадили в комнату Без дверей Окон И остальных Неровностей Дали по два Титановых шарика И сказали Кто больше Их удивит Того и отпустим Через неделю Приходит к американцу Он шариками Жонглирует Думает Наверное Американцы Отпустим Приходит к немцу Он жонглирует И об стенку удаляет Думают Наверное Немца Отпустим Приходит к русскому А он Оказывается Один шарик сломал Другой Потерял Промист с женой Отправились Супермаркет Сделав все необходимые Прокупки Они вышли на улицу И жена сказала Стой здесь И смотри в оба За этими десятью сумками Пока я схожу И разрешу такси Когда же вернулась То увидела Обалдевшего мужа Переставляющего сумки С места на место Промист говорит Ты сказала Что здесь Десять сумок А я насчитал Только девять Жена говорит Но их было десять Промист говорит Нет Давай вместе считать Ноль Один Два Три Действуя Я верил в дедушкины рассказы О том Что если К телефонной трубке Перевязать длинный Кусок проволоки Можно услышать Инопланетян Сегодня Разбираясь В дедушкином чулане Я нашел Старую телефонную трубку Муток проволоки И пакет Самокруток С непонятной травой Совместив это Я убедился Что дедушка Меня не обманывал Великому мастеру Было лениво Но отказывать В просьбе Он не стал Он сказал Да Хорошо Я научу тебя Кунг-фу Но я не беру Сейчас учеников Приходи через год Молодой человек ушел Но через год Возвращается Великий мастер Научите меня Кунг-фу Великий мастер Помроснел И говорит Да Я научу тебя Кунг-фу Но для этого Ты должен работать Над собой В течение Трех лет Каждое утро Созерцай Как восходит солнце И каждый вечер Созерцай Как оно садится Молодой человек ушел Но через три года Возвращается Великий мастер Три года Каждое утро Я смотрел Как восходит солнце Каждый вечер Как оно садится Научите меня Кунг-фу Да Сказал Великий мастер Но прежде Ты должен научиться Зависать на высоте Пять метров От земли Молодой человек ушел Но через пять лет Вернулся Великий мастер Пять лет каждый день Я посвящал себя Тренировкам И теперь Я могу зависать Над землей Сказал Молодой человек И завис на высоте Пять метров От земли Нифига себе Сказал Великий мастер Спорят Американец Немец И русский Чья нация Быстрее строит Американец говорит Мы начнем строить Мост Первого января И тридцать Первого декабря По нему Уже поедет Первая машина Немец говорит А мы начнем строить Больничный комплекс Первого января И тридцать первого января Уже сможем принимать Первых больных Русский говорит А это все ерунда Вот мы В понедельник В восемь утра Начнем строить Пивзавод И к десяти часам Уже все пьяные Чего ж ты говорит зятю У меня собака умерла У меня собака умерла А табличка Осторожно Злая собака До сих пор висит Пришел бы Открутил бы Зять говорит Ну Пускай висит Вы же еще живы В провинции Пришел театр Висит афиша Безумный день Или женитьба Фигаро Население возмущается Скоро спектакль Эти артисты Еще до сих пор Не решили Что играть Отец Волочки спрашивает У вас занятия В универе Во сколько начинаются Волочка говорит Да по разному Даже говорят Что есть такие Которые начинаются В 8.30 Наверное Таких не бывало Маривана говорит Волочка Назови Будущее время Глагола украсть Волочка говорит Посадить Мужчина Зашел в магазин 15 литров вина Пожалуйста Продавщица говорит А вы принесли емкость Мужик говорит Да вы с ней Разговариваете Я бы выпил Что-нибудь Безалкогольное Говорит Официанту Посетитель Официант говорит Лимонад Сок Песеколы Минеральная вода Посетитель говорит Да мне все равно Я в этом Новичок Идет мужик Побутова И говорит Украли Кошелек Украли Его спрашивают А почему Вы ухо Рукой держите Он говорит Ой блин У них еще И мобильник Украли Вовочка Вовочка Спрашивает У папы Папа А почему Три точки Считается Многоточием Папа говорит Ну Три Значит Уже Это немало Да Управдывался Вовочка И вытаскивает Дневник Сплошными Тройками Вот Собрал Денжат Хотел Купить Тачу Подночь Поксарском Не хватило Пришлось Взять Виллу В Испании Утец Вовочки Собрался Замонить Лампочку И кричит Вовочка Принеси Табуретку Только Не ту Которую Я делал Мать Учит Дочку А Дочка У тебя Смотрю Каждый день Новый Солдат Выбери Себе Одного И гулять С ним Постоянно Дочка Говорит Не могу Мамочка Кто же Будет Давать Каждый День Уволение Одному Солдату Ты Сошла С ума Кричит Отец На Дочь Краны Текут Штукатурка Осыпается Телевизор Прохлит А ты Собрала Саму За Поэта Отец Учит Сына Сынок Как Отец Тебе Учу Думаю Покупай Только Маленькие Шкафы Сын спрашивает Почему Потому что В них Большой Любовник Не спрячется В городе Толпа Остаются Голоса Срочно Скорую Тут Папе Плохо Другой Голос А кто Что Случилось Ее Муж Какую Деваху Лайкнул О Скорую Скорую Давай Скорую Разговаривают Дети В садике Один Говорит У моего Папы Айфон Другой Говорит У моего Бапы Мерседес Третий Говорит У моего Бапы Вот Океан Грисов Подвале Сихор Ну Покажи Покажи Новый Надежный Способ Утренней Пробудки Савим Будильник На 7.00 Форматирование Жесткого Диска На 7.03 И Только Попробуй Проспать В Ухой Конференции Объявляет Следующий Номер А Сейчас Вы Увидите Дохлый Номер Артист Шипит Смертельный Номер Придурок И Сказал Директор Автоваза По Шучьему Велению По Моему Хотень Держайте Ведра Как Нибудь Сами Сидят Власти Садмина На Работе Грустные Такие Очень Грустные Заходят Третий Спрашивает А Вы Че Такие Грустные Они Говорят Да Мы Вчера Столько Пива Выпили Ну Так Вы Померитесь И Будет Нормально Так Мы Еще И Все Поменяли Если У вас Отключили Курячую Воду Поставьте Воду На Плету Выпейте Водочки Когда Закипит Посолите И Добавьте Пельмешек Желание Помыться Пройдет Само Собой Если Свет На Кухне Выключать И Включать Каждые Пять Секунд То Тараканы Умрут От Бегатни Туда Сюда Муж Приходит С работы И смотрит Жена Накрыла Стол И Зажигает 18 Свечей На Торте Муж Спрашивает А что У кого-то День Рождения Жена Говорит А у Моей Шубы День Рождения Ей Сегодня 18 Лет Исполнилось Каждое Зимнее Утро Садик Меня Отвозил Дед На Своей Копейке Поэтому Материться Я Научился Рано Когда В рекламе Показывает Человек Который Бодро Встает Собирается И идет На Работу Внизу Должна Надпись Не Пытайтесь Это Повторить Друг Выполнен Опытным Профессионалом Повозька Пришел В первый Класс Мария Ивановна Спрашивает Повозька А ты Считать Умеешь Повозька Говорит Один Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять А дальше Десять Валет Дама Король Туз Почему Йоги Спят На Гвоздях Ну Потому Что Шурупов Вставать Труднее Одного Мужика Замучили Тараканы Друг Подсказал Ему Способ Как От них Избавиться Перед Сном Пройтись По всем Углам И сказать Жать Нечего Жать Нечего Он Не услышит Что Жать Нечего И Уйдут Мужик Так И Сделал Лег Спать И Вдруг Среди Ночи Его Кто-то Толкает Он Зажигает Свет И Увидит Все Тараканы Стоят У Его Кровати А Самый Большой Из Нечего Тимур Вставай Хозяин Мы Тебе Жрать Принесли Ты Почему Сожрал Мою Колбасу У Меня Фобия Какая Ещё Фобия Ну Вот Есть Люди Которые Высоты Боятся А Я Боюсь Колбасы В Холодильнике Матрона Тебе Достаточно Сказать Лишь Одно Слово Чтобы Сделать Меня Счастливой Ты Выйдешь За меня Замуж Или Нет Нет Вот Дана Это Слава Молодец Ой Как Кружится Голова Оказывается Можно Быть Пьяной И Без Вина Есть Чего Водочки Я Записалась Посей На Плавание Чтоб Похудеть Похудеть В Воде Ты Кита Видела Однажды Дедушка Поймал Меня С сигаретой И Выбросил Из Лодки Так Он Научил Меня Плавать На Спине Чтоб Сигарета Не Мокла Ты Чего Это Вырезаешь Из Газет Да Вырезаю Заметку Мужа Убившим Жену За То Что Она Шарила По Его Карман И Чего Ты С Нем Делаешь Ну Положу В Карман Демонстрация Врачей Прошла Безрезультатно Потому Что Депутаты Так И Не Смогли Прочесть Что Они Написали Наркологу Заходит Пациент Доктор Помогите На Мне Крокодички Бегают Доктор Говорит А Чего Вы На Меня Бросаете Петуха Шел По Крупному Торговому Центру В Руках Он Держал Большой Букет Красивых Цветов Стоимостью Не Менее Пять Тысяч Рублей Сделанных На Заказ Ее Светила Жена Жена Спрашивает Ух Ты Какое Красивое Это Все Мне Петуха Говорит Ну Теперь Да Обнаружив На Холодильнике Магнит Только Из Воркуты Магадана Воды Покормили Кота И Помыли Посуду Обкуренный Наркоман Шел По Городу И Зашел Один Попавшийся Дом И Зашел Первую Попавшуюся Квартиру Звонит Двер Открывает Ему Удивленная Бабка И Стоит Ничего Не Можешь Сказать Наркоман Говорит Ну Что Бабушка Заходи Коль Пришла Водушка Спрашивает У папы Папа А какие Женщины Меньше Изменяют Рыжие Это Блондинки Или Бурнетки Отец Говорит Ну Относительно Меньше Только Седые Я Так Думаю Снимая Ребенка С люстры Отец Пообещал Впредь Садиться На диван Поаккуратнее Отец Говорит Дети Мои Я Умираю Принесите Мне Стакан Воды Сын Говорит Папа Первого Января Утром Все Умирают Встань Сам Принеси Пятница Утром На Маттона Напали Умные Мысли Не на ту Напали Подумала Маттона И опять Стала Думать О всякой Фигне В России Ввели Новый Праздник День Трезвости Жители Страны В шоке Никто Не знает Как Его Отмечать Запись В школьном Дневнике Срочно Родители В школу Дрался На уроки Я На него Поставила 200 Рублей Проиграл Тюфак Слушай Наше Финансовое Положение Вроде Улучшается Я Могу Своё Старое Платье Превратить В половую Тряпку Можешь Но На всякий Случай Дырку Для Швабры Пока Не Делай Вовска Вернулся Из Садика Отец Задает Ему Вопрос То Толстеет То Худеет На всю Избу Голосит Это Ответ Конечно Кармошка А Вовска Не надумываясь Выдаёт Это Мама Вовска Пришёл В первый Класс Мария Ивановна Спрашивает Вовска А ты Считать Умеешь Вовска Говорит Один Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять А дальше Десять Валет Дама Король Туз На свадьбе Никто Не слушал Тамаду Не танцевали Не ловили Букет Никто Не кричал Горка В ресторане Был бесплатный Вайфай Сын Пришёл Из садика Весь Поцарапанным Лицом Утец Спрашивает А что Случилось Сын Говорит А мы Сегодня Хоровод Водили Ёлка Была Большая А Детей Было Мало Ученики Сидели Наперегу С удочками Подошёл Учитель Он Спросил Что Не клюёт Ученики Сказали Нет Не клюёт И не будет Сказал Учитель Потому что У них Плюва Нету Объявление 55-летняя Женщина Мать Троих Программистов Просят Кого-нибудь Не психоанного Научить Её Интернету Ты говоришь Что у твоего Шифа Было хорошее настроение Когда ты попросил Прибавки Думаю Что Да Он Чуть Не умер От смеха Булочка Булочка Спрашивает Папа А вы В детстве Играли Во дворе Отец Говорит Да Мы Очень Любили Играть Хоккей Во дворе Ставили Вместо Ворот Ящики Играли Булочка Спрашивает А был Самый Запоминающийся Момент Да Говорит Папа Однажды Я попал Шайбой Прям Сумку Мужику Который Только что Отварил Талоны На водку Когда я Был Маленький А дедушка Всегда Возвращался С рыбалки По чофе Я был Уверен Что это Именно так Пахнет Рыба На чемпионате Мире По вежливости Победил Чепоксарский Алкоголик Петуха Которому Не хватило 20 рублей А при каких Условиях Ты возьмешь Меня замуж Если ты будешь Не более разговорчивой Чем одна Моя знакомая Хорошо Познакомь меня С ней Ладно На днях Познакомлю Зачем Отладывать Позвони Сейчас Договори Со встречи Не могу Она не моя Петуха Зарабатывает Месяц 100 рублей А его Жена Матона Тратит Месяц 200 рублей Вопрос Дугадывается Ли петуха О существовании Сергея Сегодня день Любители уже за дверью Здесь Профессионалы Матжона Поехали Ко мне Но я Не могу Так сразу Мне надо К тебе Привыкнуть Да Поехали Я тут Живу Недалеко На Рублевке Ну Ё-моё Как я К тебе Быстро Привыкла Приехал Лицер Государства С целью Взять В жены Одну Из дочерей Короля Его Встречает Местная Знать Вместе С Тремя Принцессами Он Подходит К одной Самой Привыкнувшейся Снимает Шлем Встает На колени А принцесса Смотрит На его Шрамы На лице И спрашивает О Эти ваши Шрамы Вы что Поролись Чудовищем Жицер На несколько Закон Задумывается И потом Уверенно Говорит Да Был Кота Матрена Похудеть У тебя Самостоятельно Не получается Я Решил Тебе Помочь Похудеешь За месяц Минимум На 5 Кило Мне Поможет Это Поможет Я Пропил Зарплату Матрена Не умевшая Готовить Ничего Кроме Яичницы И Картошки В мундире Через Два Дня Сокрыла Свой Профайл В инстаграме Почувствовав Кризис Жанра Милый Вот Если Ты захотел Жениться Какое Время Гот Выбрал Какое-нибудь Запоминающиеся 17 17 17 Хорошая Дата Троллейбусы Сидят Две Девушки 15 16 Лет И Спокойно Разговаривают Себечут На установке Заходит Парень И Подходит Поближе Ооо Какие Девушки Красивые А те Смущаются Да ладно Какие там Красивые Парень Говорит Да ладно Шучу Шучу Мне тут Самож Предложили Выйти Сказал Что Будешь Жить Как В раю Стесняюсь Спросить Это Как Голая И Бусая Я Буду Жрать У нас С тобой Отношения Не Складываются Потому Что Я Этикосенсорный Экстроверт А Ты Интуитивно Логический Интроверт У нас Они Не Складываются Потому Что Ты Сволочь Я Сейчас Позапрошлого Года Мне Денег Должен А Как Ты Стал Миллионером Благодаря Жене Мне Было Интересно На Каком Этапе Она Перестанет Жаловаться На Нехватку Денег Почему Так Толго Ты Не Представляешь Какая Она Тупая Я На Нее Как Урал Но Оттерился На Всю Улицу Ко Мне Даже Костарбайтеры Подошли Спросили Куда Шибина Разгружать Думали Что Я Прораб А Что Это За Фигня Такая Опера Это Такая Фигня 12.00 А Потом Смотришь На Часы Через Три Часа А Там Только 19.20 Дорогая Я Купил Билеты В Театр Ой Как Здорово Как Приду Домой Начну Собираться Правильно Делаешь Надо Успеть Билеты На Завтра Чем Отличается Молодой Хлощак От Закуронелого Молодой Прибирается В Доме Чтобы Пригласить Женщину А Закуронелый Приглашает Женщину Чтобы Она Прибралась Доме Дорогая Давай Чтобы Не Смотреть Что Смотреть По Телевизору Посмотрим Фигурное Катание Хорошо А Кто Играет ЦСКА Монреаль Какой Какой У тебя Муж Молчаливый Ну Что Он Еще Тот Болтун Просто Я Ему Сопретил Материться Один День Недели Просто Будь Собой Остальные Шесть Дней Восстанавливай Репутацию На одном Из Предприятий ЧП Произошел Аверинский Сброс И Наполовину Затопил Близлежащее Село Жалоб Много Жалоб Нет Только Благодарности Что За предприятие Местный Спирс Завод Прапорщик Подписывает Солдатам К нам На вооружение Поступили Танки С компьютером Вопросы Есть Один Солдат Спрашивает Да Вопрос Есть А какая У компьютера Скорость Прапорщик Я особо Тупых Повторяю Компьютер Движется Со скоростью Танка Идет Старушка По улице Города И видит Что Несколько Человек Бьют Одного Человека По лицу Глоками Он Решил Заступиться А что же Вы делаете Бьете Человеку По лицу Они говорят Уйди Бабка Вы тут Спамера Поймали А что же Вы его Руками Ногами Давай Ногами Родуколик Петуха Когда Напивается Звонит Своим Бывшим Работодателям Тест Лежит На операционном Столе Перед Операцией И говорит Своему Зятю Хирургу Послушай Сынок Если Со мной Что-нибудь Случится Твоя Тест Непременно Захочет Приехать К вам Жить Я давно Заметил Наши Девятые Тяжки Самый Крепкий Сон У того У кого Сработала Сигнализация На машине Я спрашиваю Так как же Вы Постоянный Пожилой Человек И Воруете Автомобили Посудимый Говорит То разве Я виноват Что в годы Нашей молодости Не было Такого количества Автомобашин Новый Русский Приходит На поле Чудес Ему Выплыл Черный Ящик Якубович Наши Оттруговаться Новый Русский Говорит Да не нужно Мне Ни черного Я Не открывать Ящик Не будем Ни денег Давайте Лучше Микрофон Я свистну Один раз Якубович Не в этом умении Но Разрешил И потом Новый Русский Свистнул Микрофон И вот Якубович Говорит Ну ты Просвистел Плюс На машину Новый Русский Говорит Зачем Мне Твой Трандулет Я Поспорил С корешами Что На Мерседес Что Свистну На всю Страну Ну как Ты мог Так Нажраться Как Свинья Не спорю Было Тяжеловато Но Я Старался Волушка С папой Идет Возле Винного Магазина И Написано Вино Волушка Спрашивает А что Это А Это Волушка Выше Институт Народного Образования А что Они все Трясутся У них С двух Часов Экзамен Твой муж Выглядит Умнейшим Человеком Мне Кажется Он Знает Все Не Говори Глупостей Он Даже Ни О чем Не Дугадывается Человеком Не Знаю Как Там В Китае А у Меня Чайная Церемония Заключается В Поисках Кружки По всей Квартире Приезжает Новый Русский За Границу Устраивается Там Самую Крутую Гостиницу И Вот Однажды Он Выходит Утром Идет Заврикать И Смотрит Там Шведский Стол Он Удивляется Они Фига Себе Накрыли Подсаживается Пододвигает Стол И Начинает Наяривать Ему Подходит Официант И Говорит Молодой Человек Это Шведский Стол А Новый Русский Говорит Шведы Придут Я Встану Мальчик Пишет Сочинение О своем Уце Мой Папа Очень Храбрый И Смелый Он Может Переплыть Любую Реку Не Боится Никаких Зверей Может Поймать Любых Бандитов Он Мой Папа Может Все Но Чаще Всего Ему Приходится Мыть Посуду Стирать Белье Выносить Мусор Жена Оставляет Мужу Записку Петруха Собери Нашу Внушку Из Детского Садика Постскриптум Она Тебя Сама Узнает Бывшую Партизанку Уволили Из Магазина Игрушек За то Что Она Отказывалась Говорить Покупателям Где Находятся Танки Жена Предложила Разнообразить Отношения И поиграть Как будто Она Незнакомка Я Согласился Теперь Она Не готовит Колхозник Услышал Метро Как Один Москвич Спрашивает У другого Ты На какой Ветка Живешь И подумал Маукли Столин Не знаю Что Хуже То Что Она Написала Давай Расстанемся Или То Что Она Через Две Минуты Прислала Извини Это Это Не Тебе Хвастался Что Идеально Знает Русский Язык Может Перевести Любую Фразу Ему Предложили Перевести Фразу Косил Косой 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 То С тех Пор Переводит Пациент Псих Польницы Читающий Себя Иваном Сусанином Повел Показать Проверяющих Из Госдепартамента Здравоохранения Показать В какой Платье Он Лежит А с тех Пор Их Никто Никогда Не Видел С Форум По Кулинарии А Подскажите Надо ли Добавлять В Тарталетки С Черной Икрой Масло Первый Комментарий Будьте Вы Все Прокляты Позвони Мне Когда Тебе Будет 25 Лет Ну А мне 66 Вот Именно Мужик Ремонтирует Автомобиль Женя Говорит Мартона Ты можешь Хотя Б минуту Помолчать Мартона Говорит А я Что Тебе Мешаю Мужик Говорит Да Я Не Могу Понять Машина Завелась Или Нет Слыхал Оказывается Петуха Не Выдержал И Избил Свою Жену Своим Же Питоном Сильно Да Сдохла Змея Ясно А с Питоном Что Блондинка Снимается На Фотосессию Избавилась В доме Отдыха На лесопова Приходит Хилый Дед Ребята Возьмите У меня Бригаду А тебе Говорят А дед Куда тебе С таким Возрасте Да Возьмите Поваром Хотя бы Ну ладно Взяли Поваром Утро Смотрят Ни завтрака Нет Ни деда Нет Выходит На улицу Смотрят Идет Просека И пошли По ней Смотрят В конце Просеки Дед Налево И направо Варит лес У нее Обалдели Спрашивают Дед А ты где Так научился Он говорит В Сахаре А там же Нет леса И здесь Не будет Иду По улице Смотрю Обалдеть Куча денег Поспешно Стал Распихивать По карманам И распихал Просыпаюсь Обалдеть Все Одеяло Трусы Заправлены В Властичном Номере Барабанит Горничный Гражданин Постоялись Откройте Что вы там Делаете Я играю На скрипе Фу Оттекло От сердца А мы думали Вы там Ножку От стула Отпиливаете Идет Пальки Мальчик С папой По городу И говорит Папа Хочу чипсов Хочу чипсов Папа Я хочу чипсов Папа Говорит Ну Вовочка Я тоже хочу чипсов Но денег Хватит Только на водку Вовочка Мама Мама Меня Исключили Из школы А что случилось Почему Не знаю Наверное попал Под сокращение Я замахнулся На нее И спросил Страшно Она Врезала мне Сковородкой И спросила А больно Мужики Когда у вас У лотаря Спрашивают Согласны ли вы Это будет Последний раз Куда спрашивают Ваше мнение Упал ночью Пьяный мужик В лужу Проснулся Смотрит Звезды Перевернулся На спину Смотрит Опять звезды Думает Нифига себе Одного В космос Запустили И даже Пожрать не дали Мама Спрашивает У лошки А Зачем Ты читаешь Книгу О воспитании Детей Годж Говорит Я хочу Проверить Правильно ли Ты меня Воспитываешь Не перегибаешь Липаку Однажды Бабушка Перепутала Кальян Со своим Ингалятором И на целый день Забыла О своих Болячках Идут Мать С дочкой Из садика Дочка Идет И говорит Маме Мама Марине Три года А мне Четыре Ха-ха-ха Мать Говорит А мне 28 Ха-ха-ха Дочка Говорит А мамочка 28 Это уже Ой-ой-ой А не Ха-ха-ха Если вас Бесит Что ваша Жена Сидит В контакте До полночи Так Приезжайте На своем Танке И заберите Ее Один Барен Любил Смотреть Винокль В окно Девушку Которая Живет Напротив Однажды Утром Раздается Телефон И звонок Женский Голос Спрашивает Ты Не Видела Вчера Куда Я Колготки Положила Квартира Врача Раздается Звонок Открывает Врач Дверь И смотрит На пороге Стоит Скелет Врач Ворчит Ну вот Так Всегда Ждут Пока До Последнего Момента И Лишь Потом Обращаются К врачу Лежу Я Однажды На диване Читаю Газету Смотрю Телевизор Один Глазом Футбол Жую Чипсы Пью Пиво Многое Играя С собакой И тут Заходит Жена И говорит Что я А будто Ничего Не делаю Волжка Спрашивает Тетя Воля А почему Краситесь Чтобы быть Красивой Ага И Через Сколько Даст Эффект На концерте Волжка Спрашивает Папа А почему Певец На сцене Поет И качается Ну Качающуюся цель Трудно попасть Помидоркой Пишут Пишут И пишут В этом Интернете Что попало Головой Не подумают За слова Не отвечают Как мне Все это Надоело Пойду Посуду Помою Мусор Выброшу Я Тебя Последний Раз Спрашиваю Кто Этот Саэтенок И Почему Ему Было Хорошо С тобой На Нашей Даче Муж В отчаянии Жизнь Для него Утратила Всякий Смысл Он Решил Прыгнуть С 16 Этажа Встал На окно И Собирается С духом Жена Обнаружила Его И Говорит Хоть Б Мусор Сохватил Забой Я В конце Секунцов Хочу Пожить И Для Себя Кто Против Живи Пока Я Не Накрасилась В Одной Богатой Семье Была Дочь Турнушка К Ней Начал Ходить Парень И Однажды Мать Дочки Обнаружила Их Целующимися Она Спрашивает У Парня Надеюсь Вы Делаете Это Серьезными Намерениями Парень Отвечает Ну Не Из-за Удовольствия Чем Хорошая Хозяйка Отличается От Плохой У Хорошей Хозяйки Шкафу Всегда Порядок А У Плохой Любовник Электрическая Поддержает Станции Около Двери Стоит Девочка 12-13 Лет Заходит Контролер И Спрашивает У Девочки Ваш Билетик Девочка Говорит А Вы Мне Что Не Узнаете Нет Он Поворачивается На Другой А Так Нет В Это Время Открывается Дверь Девушка Ускакивает И кричит Я Ж Заяц Я Безработный Сижу Дома Но Все равно Доминирую В Семье Сегодня На Жену Так На Урал Что Она Купила Мне Новые Кубки Для Обмытья Посуды Подписываемся Кликаем На Колокольчик